Привет! В этом видео хочу показать, как посчитать комиссию Amazon, когда вы продаете товар через FBA. То есть, когда вы отправляете товар на склад Amazon, Amazon за нас отправляет товар со склада Amazon до конечного адреса покупателя и за это берет комиссию. Берет комиссию 15% от продажной цены товара, плюс берет комиссию за саму доставку. Причем эта комиссия будет отличаться в зависимости от габарита и веса товара. Как это сделать? У вас должно быть установлено расширение Helium 10. Ссылка под этим видео и промокод 50%. Итак, как это сделать? К примеру, мы ввели какой-то товар. Хорс Вип, к примеру, да? И для того, чтобы посчитать нам комиссию, мы заходим на любой листинг, к примеру, на этот. Для этого мы опускаем чуть-чуть ниже под фотографиями и у нас загружается вот такое вот расширение. То есть, когда у вас Google Chrome Extension установлен, ссылка под этим видео, у вас будет загружаться на Amazon листинге вот такая вот штука. И чтобы узнать, какая же комиссия будет за продажу товара на Амазоне, есть такая вкладка Profitability Calculator. Мы нажимаем и мы видим комиссия. Мы видим реферал фи, это 15%. То есть, если вы продаете товар за 15 долларов, то 15% от 15 долларов. Если мы, к примеру, здесь поменяем на 30, то у нас поменяется и комиссия. Комиссия у нас стала теперь 4,5. То есть, это 15%. Можем обратно вернуть на 15. У нас будет комиссия реферальная 2,25. И FBF, это вот как раз таки, которая зависит от веса и габарита товара. Это FBF. Дополнительно 8,26. Соответственно, мы здесь можем посмотреть size tier. Это градация габаритов товаров. То есть, чем длиннее товар, или больше, или тяжелее. Есть стандартный размер, есть oversize, есть big oversize. В данном случае это маленький oversize. То есть, это уже достаточно дорогой товар в плане оплаты комиссии для Amazon. То есть, тут в данном случае этот товар длинный по какой-то одной из сторон. Поэтому он попал в категорию oversize. Потому что этот хлыст, он длинный. И, соответственно, он уже не входит в стандартные размеры. Также мы можем посмотреть, тут сразу посчитать чистую маржу при такой цене и при таких ценах за FBA комиссию. В данном случае 1,24 получается. То есть, очень такая небольшая. И ROI 38%. То есть, при такой цене не очень выгодно продавать. Нужно продавать хотя бы за 25 долларов. Ну, или хотя бы за 20 долларов. Тогда будет ROI 168%. Это уже намного интереснее. И чистая маржа будет 5,49 с продажи одного товара. Уже с вычетом всех комиссий Амазона чистыми 5,49. Если у вас какие-то есть вопросы, задавайте в комментариях под этим видео. Я отвечу на все вопросы. Также поставьте лайк, чтобы я больше снимал видео про Amazon Business. Комментируйте видео. Пока. Пока.